Всем приветики! Ну что ж, вы единогласно проголосовали за третью часть видео о покупках, и поэтому сегодня буду вам показывать свои покупочки, но это уже не будут не европейские покупочки, а более-таки покупки с интернета, и немножко с Европой, более-таки покупки одежды, обуви и разных интересных аксессуаров. И также я вам покажу несколько маленьких подачек, которые я получила тоже, наверное, их определю в аксессуары. Кстати, я не знаю, если вы заметили, ну вы, наверное, точно заметили, я подстриглась, посмотрела на себя в прошлом видео и решила, что всю длину мне нужно срочно убирать, потому что волосы мои просто лежат некрасиво, не то, чтобы они были нездоровые, или сухие, или секлись, они просто лежали очень некрасиво, и я решила, что длину нужно срочно убирать. Мне короткие волосы знакомы, я очень много, часто была с короткими волосами, даже когда-то было короче, поэтому для меня это не что-то новое, но я очень рада, что убрала всю длину. Немножко, конечно, он меня подстриг не то, чтобы не так, как я хотела, Я сама ошиблась в том, что я ему сказала. В следующий раз я немножко это поровняю. Ну, в принципе, я очень-очень довольна, что у нас в результате с ним получилось. По-моему, очень классно. Ну что ж, давайте приступим к моим покупкам. Первое, что я хочу вам показать. На самом деле, одежды очень мало я купила. Ну, единственное, что я хочу вам показать, и это вам показываю только за то, что из-за цвета, я купила себе джинсы, вот такие вот серые джинсы. Я вам оставила фотку в Инстаграме, сейчас ее где-нибудь здесь поставлю. Купила, в общем, я серые джинсы, самые обыкновенные, в H&M ничего особенного. Джинсы были по какой-то там скидке, они стоили абсолютные какие-то копейки. Вообще, в принципе, я люблю джинсы. Я не люблю джинсы, которые... настоящий джинс, чтобы он был из стопроцентного хлопка. Я люблю джинсы, который тянется, чтобы он был с эластаном. Для меня идеальный материал для джинса, это когда 97% хлопка и 3% этого эластана, и тогда джинсы на мне сидят красиво, они не оттягиваются, они мне нигде не жмут. А, к сожалению, такие джинсы, как ни странно, сложно найти, потому что во всех джинсах 10 эластан сейчас и добавляют полиэстер. Поэтому джинсы я люблю, да, покупать на скидках или в специализированных магазинах одной из двух, потому что у меня есть такая маленькая проблемка. У меня джинсы между ногами в верхних ляжках, так скажем, быстро очень протираются. Раньше, когда мы жили в советское время, то у меня джинс хватало буквально на месяца 3, потому что было меньше одежды. Я постоянно одну и ту же одежду носила, у меня постоянно протирались все штаны. Сейчас, когда одежда много, джинс хватает, конечно, намного дольше, но все равно они очень быстро потираются. Поэтому, когда я вижу джинсы или какие-либо штаны на скидках, я сразу беру. Иногда я беру даже от одной и той же модели несколько пар, потому что я знаю, что уже буквально через полгода, максимум год, это пойдет в муссинг, потому что все протрется. И неважно, сколько килограмм я вешу, и худая или более полная, у меня просто строение ног очень близко друг к другу, и это генетическое. В плане того, что у меня родители, у них такая же точно проблема. Поэтому, да, очень подробностей много, но в любом случае, купила себе вот такие вот серые джинсы, вы знаете, у меня, по-моему, какая-то новая любовь, мне безумно нравится в последнее время серый цвет. Он мне кажется каким-то крутым, модным, стильным, не знаю, что со мной такое. Но, в общем, джинсы самые обыкновенные, супер-супер скини. Ну, на фотках, в принципе, видели. Приехав в Ирландию, я очень хотела себе купить какую-либо обувь, потому что у меня были такие полузеленые сапожки, с которыми я путешествовала, но они мне так надоели, и мне хотелось их так поменять, несмотря на то, что они очень удобные и теплые, но просто они как-то непрезентабельно выглядели. И гуляв по Ирландии, у них есть магазин, который есть в Америке, есть в Америке TK Max, да, это магазин разных скидок, брендовой одежды. В Ирландии, в Англии и, по-моему, в некоторых городах Европы есть такой магазин, который называется TK Max. В общем, зашли мы в этот TK Max, и после, наверное, раза четвертого, что я там побывала в разных городах, я себе, наконец, нашла вот такие вот ботиночки. Они, на самом деле, ничего особенного, я знаю. Просто черная обувь, между прочим, за последние пять лет это мои первые черные боты. У меня вообще нет черной обуви. В общем, купила такие ботики, они на английском, их называют Chelsea Boots. В общем, самое обыкновенное, что мне в них прельстило, на самом деле, это не какой-то бренд, это бренд какой-то испанский, латино, я даже такой бренд не знаю. Но что мне в них прельстило, что в них, что они кожаные снаружи, а не кожаные внутри. И называйте меня примитивно, называйте меня думающей по-старому, но я предпочитаю покупать кожаную обувь. Я предпочитаю, чтобы обувь была классической и кожаная, и поэтому очень редко я покупаю именно трендовую обувь, потому что обычно трендовая обувь, она со всякими фигулюшками, и она очень часто не кожаная. Я очень люблю кожаную обувь. В общем, очень-очень довольная. С того момента, как я их, в общем, купила, я в них только и хожу, если честно. Очень ими довольна, только в собачьих волосах они все, как обычно. Так, с покупками, как обычно, не по порядку. Следующую обувь я еще купила у нас в Дьюти Фри. Я их хотела, наверное, уже года два с половиной поменять. У меня одни такие сапожки есть, но очень хотела что-то нового, что-то поменять, потому что мои уже, я их замызгала, заносила, хотя они, в принципе, в хорошем состоянии для своих пяти-пятилетнего возраста. В общем, купила я себе АГ. Вы их называете Уги, как вы их называете? У нас они в Дьюти Фри называются АГ. Я их достаю с коробки. В общем, зашли мы в магазин. У нас есть в нашем Дьюти Фри есть магазин, где их продают. И купила, в общем, я себе такие коротенькие, которые идут с пуговкой. Я знаю, что многие эти АГ не любят. Я вообще знаю, что многие считают, что это не обувь, а какие-то калоши. Но у меня есть обыкновенные классические, которые точно такого же цвета, только немного выше и без пуговки. Я их обожаю. Я их люблю. Я знаю, что АГ не очень прочные в дождь, но зато они очень теплые, когда есть сухой снег. Хотя в Израиле его никогда нету почти. Но в любом случае, на зиму, в сухую погоду, я их очень люблю, честно вам скажу. И вот мои предыдущие служат мне уже 5 лет. Мы их купили, потому что у нас была очень хорошая цена в нашем Дьюти Фри. У кого есть, кто подписывается на их золотого клиента, есть такая возможность подписаться в Дьюти Фри, именно израильтянина, золотого клиента, то очень часто есть разные дополнительные скидки. И была на них дополнительная скидка, и они нам вышли, в принципе, не очень дорого. Но и вообще, если честно, я их уже очень долго хотела, и все время искала, и думала, может быть, будет подешевле, может быть, откуда-то за границу заказать. И два сезона я ждала конец сезона, может быть, их купить. Ну, в общем, и как-то никогда не получалось. В общем, и наконец-то я их приобрела. Дальше я вам покажу что-то, что относится к одежде, но не одежду. И вы это уже там не видели в прошлом видео. Две пижамы. Девочки, каждый раз, когда я летаю... Девочки, мальчики, каждый раз, когда я летаю за границу, я люблю привозить пижамки, потому что там очень классные пижамы. Кстати, это может быть, опять же, очень хороший подарок. В общем, у меня есть такая вот новогодняя пижама. Это штаны и вот такая вот кофта с пингвином. С пингвином вот такая вот кофта. Но эта пижама, если честно, меня уже ждала в Ирландии. Это не новая пижама. А эту купила мама себе. Что это не пижама, а вот знаете, как такой длинный... Как это сказать? Как длинный халат, что ли. Такой вот с капюшоном. Он надевается через голову. Видите, как такой, как синий Санта-Клаус. В общем, его мама купила себе. Я приехала, увидела и сказала, мама, это будет мое, купишь себе новое. Недавно смотрела видео Юлии, птицы-синицы. Я оставлю ссылку на ее канал внизу. Ну, вы ее уже, наверное, все знаете. В общем, она как раз, там у нее было видео, где она рассказывала, в чем она ходит дома и как она дома себя преподносить. И если оставляет она старую одежду для того, чтобы в ней ходить дома, вот. А в ответ на... Это Юлина видео, тоже ссылку на него оставлю внизу. Я вот хочу сказать, что именно в такой одежде я хожу дома. Я не хожу в старых каких-то тряпках. Я вообще... Вы уже, наверное, меня знаете. Все старое, все, что мне не нравится, я выкидываю, даю жертву. Но дома я люблю ходить вот в таких вот интересных пижамках. Таких вот, как бы, интересных спортивных вещах, в которых я себя, с одной стороны, выгляжу классно так. Не то, чтобы красиво, а просто так классно. И, с другой стороны, это безумно удобно. В общем, я очень люблю эти пижамки. Сейчас у нас начались... В принципе, началась зима, и холодно, и дождь. Эти пижамки как раз. Так, давайте перейдем на аксессуарики. Значит, заказала я себе вот такой вот кошелек Фусиль. Я его очень-очень давно хотела, и вам, по-моему, не раз говорила, что хочу свой красный кошелек поменять. Наконец-то я его заказала. Я сейчас не помню, как он называется. У него есть конкретное имя. Я его заказала с IBM. Он просто суперудобный кошелек. Смотрите, здесь есть для монеток отделение. Здесь есть отделение. Я сюда кладу всякие чеки, которые я должна беречь, для того, чтобы мне за них вернули деньги. У нас это делают. А здесь мы открываем на кнопочки. И так вот есть карточки. Здесь мои права. Здесь можно еще какие-то бумажки. Тут еще много карточек. В общем, карточек много. Много отделений для мелочей, для всего. И вместе с тем, он, видите, примерно, ну, чуть шире моей ладошки. Ну, в принципе, как моя ладошка. Поэтому он очень-очень удобный. Он очень вместительный. Он относительно небольшой. Потому что мой предыдущий был широкий. И мне это просто очень не нравилось. Купила я его на ebay. Хочу вам рассказать историю. И когда он пришел, он был в идеальном состоянии. Оригинал со всеми этими... Во-первых, он пришел с Америки. Во-вторых, на нем был оригинальный ценник с магазина Fossil. Конкретно, сколько он стоит. И все. Во-вторых, были все, ну, эти бумажки, которые должны на нем быть. Но, когда он мне пришел, я открыла вот эту штуку. Вот эта вот кнопочка отлетела. И просто вам рассказываю эту историю для того, чтобы вы знали. Я обратилась к продавцу и сказала, что... Я сфотографировала. Обратилась к продавцу и сказала, что вот такая ситуация. Он мне пришел, я открыла. Кнопочка отлетела. Что делать будем? И продавец сначала мне предложил, чтобы я вернула этот продукт. А потом, когда увидел, что я с Израилем, говорит, мне будет доставка очень плохая. Может быть, давай с тобой договоримся, я тебе верну за него полцены. И я подумала, ну, тут их, во-первых, кнопочки две. Во-вторых, клей две секундки может все исправить. В общем, я заклеила эту кнопочку внутрь. Как бы внутри залила ее клеем, заклеила. И он мне вернул полцены за этот кошелек. Поэтому кошелек, в принципе, мне вышел абсолютно-абсолютно недорого. В принципе, я и купила его уже за недорого. И, в общем, мне этот кошелек обошелся около что-то 17 долларов. Что это офигительная цена. Поэтому я безумно-безумно довольна. Очень давно я именно этот кошелек хотела. И моему счастью серьезно нет предела. Очень я им довольна. Аксессуары, что я вам хочу показать. Девочки, колечки. Я как-то про них никогда не рассказывала. Но хочу вам рассказать. Есть одна девочка. Я оставлю ее аккаунт Инстаграма внизу. Которая делает свои украшения. Я у нее позаказывала много разных колечек. Пять колечек, в принципе, я не заказала. Очень давно я хотела такие тоже разные интересные колечки. И все думала, что закажу на Etsy, искала туда-сюда. Но как-то, не знаю, не дошли руки. И когда вот мы начали с Леной более так тесно, скажу так, общаться. И я узнала, что она делает украшения. Я у нее спросила. Может быть, ты для меня можешь сделать украшения? И послала ей разные фотографии, что я хотела. И вот она для меня, в общем, сделала пять разных колечек. Честно вам скажу, я очень довольна этими колечками. Они мне безумно нравятся. Ну, потому что, если честно, я их всех, в принципе, выбирала. И сама подбирала, что я хочу. В общем, очень талантливая Лена. Так что, кому интересно, заходите на ее инстаграм. Посмотрите. Может быть, вам тоже что-то захочется. И последнее, что я вам покажу, аксессуар. Это я уже получила в подарок. Это, на самом деле, ну да, нет. Кроме пижамы, это единственный подарок, что я получила. Вот такой вот блокнотик. Я его, как бы, отношу к аксессуарам. Он, блокнотик, я его получила от Алины. Алина, моя подписчица. Но не только моя подписчица. Мы с ней тесно, как бы, общаемся. Я не могу ее назвать только своей подписчицей. Потому что я с ней общаюсь. И мы, как бы, виртуально дружим. В общем, она начала делать такие блокнотики. И сказала, что она хочет один мне подарить. Я, конечно, согласилась. Потому что, мне кажется, это, ну, что-то очень интересное, волшебное, красивое. В общем, она сделала для меня такой красный блокнотик. К цвету моих любимых красных помад. В общем, блокнотик с собой составляет просто маленький. По-моему, это А6. А6 размер. Да, видите, по сравнению с моей ладошкой. Он чуть больше и шире ладошки. И блокнотик, он просто белые листики. Я вам уже говорила, что я люблю канцелярию и разные интересные блокнотики, конвертики. И я также люблю блокнотики, в которых нет ни чисел, ни года, ничего. Потому что такие блокнотики могут служить, на самом деле, просто намного дольше, нежели обыкновенный блокнот. Поэтому с числами и тому подобное. Поэтому, в общем, очень рада. Совсем недавно его получила. И еще даже не пользовалась, но уже делала много с ним фоток разных, интересных. В общем, вот она наклеила чудесные моменты. В общем, ну, по-моему, супер. Также вам оставлю ссылку на Алинин аккаунт в Инстаграме. Ну, если честно, по-моему, это супер подарок. Особенно для тех, кому такие вещи интересны. В общем, Алиночка, огромное спасибо за такой подарок. Он мне безумно-безумно понравился. Вот действительно, реально волшебный-волшебный блокнот. Ну что ж, на этом были все мои покупки. На самом деле, их не так много. И всего по мелочи. Но я как-то, если честно вам сказать, как-то вот гуляя по Европе, не хотелось мне делать много покупок. Я сделала больше, как-то не знаю, а все-таки акцент был больше на уходовые средства. Даже косметики мало купила. Больше на уходовые почему-то мне интересовало. Одежду в холод мне вообще мерить не хотелось. Вот единственное, что мы зашли, увидели эти джинсы. И то, парадокс, я их зашла. Они были единственные веселье. Они были единственные по скидке. И я просто их померила. Они как-то на меня даже неплохо сели. Я говорю, о, ну замечательно, по скидке. Единственные, почему бы мы не взять, взяла. И, по-моему, больше я даже в магазин за все две недели, что я там была, именно в магазин одежды я не заходила. Кроме вот этого магазина, где я купила себе черные ботики на ноги. Надеюсь, вам было интересно. На сегодня все. Увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok